Предположим, что у нас есть некоторый словарь d, тогда элементы этого словаря можно перебирать различными способами. Во-первых, можно перебрать все ключи словаря. Для этого можно использовать цикл for, в котором мы используем конструкцию некая переменная in d, где d это имя словаря. Такая конструкция переберет все значения ключей словаря, то есть если мы запустим этот цикл, то увидим, что в результате у нас будут выведены все ключи словаря. Можно то же самое добиться, если явно использовать функцию keys у словаря, который возвращает множество ключей. И, соответственно, если мы запустим второй цикл, то тоже выведено будет множество ключей. Можно получить множество значений словаря, то есть множество элементов, которые являются вторым элементом в парах. В нашем примере это числа 14, 12, 9 и 18. Соответственно, d values вернет множество этих значений. И такой цикл выведет все эти значения через пробел. Наконец, можно получить, проитерироваться, то есть перебрать все пары. Плюс значения, которые есть в словаре, для этого можно использовать функцию items у словаря. И, соответственно, если мы запишем такой цикл, то пары key и value будут принимать, соответственно, пары элементов из нашего словаря. То есть мы запустим этот цикл, в котором выводим пары ключ-значения, разделенные точкой с запятой, и в результате получим выведенные все пары. При этом видно, что в каждом из случаев у нас порядок вывода элементов оказывается не тем, который был изначально при создании словаря.